Добрый день! Добрый день! Ну как так надумался? Вы нахуй, Игнард Тихович, одно питание. Так, у нас всё, всё, Андрюша, выставляется в интернет, записываться не против? Нет. Давай, говори, не трать время. Вы помните, что я учитель истории, учитель истории, и вы понимаете, что я украинский буду? Что будет? По-украински? Пожалуйста. Никита, иди сюда. Никита, вот он рядом. Вот сюда, сядь, чтобы тебя видно было. Вот сюда стул рядом, принеси быстро. Садись, брат, тебе честь. Давай, по полной программе. Ко мне поближе, чтобы вот здесь, чтобы видно было. Смотри, ты видишь, нет? Ну сядь так, чтобы видно было, вплотную. Пол головы-то, ещё ближе. Во, давай. Гутарь. Учитель истории я. Учитель истории. И я очень заметил, что дети реагируют на меня, какой у меня душевный стан. Да. Не очень вот на это реагируют. Если я в хорошем настроении, или плохом настроении, который есть, они меня таким и видят. Ну давай, говори. Чтобы перевести, надо было. Значит, ученики, они очень тонко замечают, дети, его душевное состояние. Хорошее или плохое? Ну правильно. И что дальше? Сейчас у меня такой этап, ну, в жизни, что я вот очень хочу сильно поменять все. Читаю, працюю. И вот я не приверну до такого. Відповідно, в мене настрои таки трохи впавши постоянно. Тут еще я перший рік працюю, и, соответственно, начальство за мной спостерегает. И вот из всех этих проблем, которые у меня есть, у меня настрои, душевный стан, вот, трошки погано. У меня такие вот питания выникают. И как вот сберегать, вот так, хотя бы на таком среднем уровне душевный стан, душевный стан, чтобы не впадать, вот там, уныние, печаль, и чтобы вести, вот так, дела свои. Так, а чего у вас такое тусклое видится-то? Плохое очковое, камера плохая, да почему? О, нет, это так хуже. О, нет, нет, убери, убери еще ниже. А то, вот так, ну, вот так получше видать будет, ладно. Нет, назад, в тенечек маленько, а то совсем. Говори, ты по предложениям переводи, толмач. Он говорит, что у него хочет, он измениться в жизни, он много читает, занимается над собой. Хорошее дело. А с всех сторон нагрузка на него, его начальство, дети на него очень, то есть, за ним тонко подмечать все его, как бы, вот, недостатки. Ну, это хорошо, что подмечают. И спрашивают, как поддержать себе это настроение, хотя бы... Молитвой больше никак. На уровне? Только на, со Христом и страх Божий. На первом месте страх Божий. Ты умрешь, и сразу погибнешь, в ад пойдешь. Вот это держи в мыслях, как Пимен Великий говорил. И тогда будешь делать так, чтобы не попасть туда. Люди, которые говорят, а да нет, они стараются в ад столкнуть златоузг, а которые говорят все время, смотри, не попади, он бережет тебя. И каждую минуту, время, все, эконом. И все делай для Бога. Не на каждое слово отвечай. Ученики сказали, подметили, ты держи себя. У тебя внутри должна быть радость, что ты Бога знаешь, что Господь тебя избрал, что Он открылся тебе, что у тебя Святая Библия, ты считаешь, у тебя новые друзья. Должны появляться в интернете, тоже это важно. Так что береги сам себя, цени. Говорится, люби ближнего, как самого себя. А ты себя не любишь, и ближнего ты не можешь любить. Как эталон, люби себя. Надо научиться возлюбить себя самого. Я хочу спасения. Я буду другим говорить. А если я спасения себе не ищу, я и другому не скажу. Тут очень даже просто. Давай. Говори. Скажи. А какие вот распорядки, чтобы и занятия было, и отпочинок был, чтобы вот так как-то... С чего начать, во-первых, да? В городе, если что занадто, то... Как свой рабочий день распределить, чтобы на все хватило времени? К нам сюда. Вместе жить. Рядом с Никитой. У тебя тогда получится. Значит, вставай всегда в одно время в 4.40 утра. Вот поставь задачу. В 4.40 ты должен быть на ногах. И днем никогда не ложиться. Смотри, сколько у тебя выйдет. Во сколько ложиться, вещь там ты уже определяешь. А если позже ляжешь, тебе будет трудно переносить. Значит, начни с того 6 часов. Меньше, больше 6 часов, чтобы не спать. А потом помаленьку убирай. И до каких пор? Ну, до 3 часов можешь дойти свободно. 3 часа спать в сутки. Это вполне даже нормально. Это мы знаем по опыту. Я могу поделиться. Я дошел, у меня 2,5 часа уходило в сутки. Ну, а потом я чувствую, что тяжело мне стало. Засыпаю. Поэтому я же не шофер. Шоферу надо больше спать. Потому что он за рулем сидит. А остальное ты с крыши не свалишься. Ну, и ясное дело, без молитвы никуда. Утренняя молитва должна быть спокойная, медленная. Все. И вот я тебе говорил, хотя бы 100 поклонов сделай. И считай Евангелие. А дальше готовься к урокам, которые преподаешь. Находи интересное. Это может быть в книгах других. Не только по школьной программе. А ты так говоришь, чтобы интересно было. Вот недавно выступал у нас Жириновский Владимир Вольфович. И он в школе урок провел. Да к ученике там рты раскрыли. А учителя, как говорят, не придут на занятия. Учитель говорит, заболел. Да к ученике ура! Кричат, занятий не будет. Они не считают, что потери у них. То есть сделай так, чтобы они с тобой были. Бывает иногда учитель преподает в виде игры. Там где-то по берегу моря бежит с учениками. Им рассказывает о море. Повернется перед ними опять. Они бегут, смеются и все запоминают. То есть разные способы надо искать. Не просто долбежка. Чтобы они полюбили то, о чем ты говоришь. Ну в истории там что любить-то? Это ботаника, другое дело. Я вот так заметил, что даже если я сильно до урока подготовленный, очень хорошо подготовленный, они на сам передо реагируют, в какой я пришел, в какой я настрою. Даже если я плохо подготовленный, мало знаю, но я в хорошем расположении духа. Это много, много говоришь. И они сразу... А мы же ему не перевести. ...зразу они... Зачекай, хвилинку. Скажи, чтобы по одному предложению переводил. Как? Скажи по одному речению. Або по два. Давай. Говоришь, что даже если он к уроку хорошо подготовленный, но он в плохом состоянии духа, это хуже, чем когда он плохо подготовленный, плохо подготовленный, но в хорошем настроении духа. Это не годится. У верующего всегда настрой должен быть. Ты спасенный, тебя Бог возлюбил, и ты этим все разогреваешь. Все эти временные неурядицы, там Майданы, это ничего не стоит. Даже говорить об этом не надо. Ты всегда радуйся. Написано, радуйтесь и всегда радуйтесь. Послание к переписам, считай. А внулое дух сушит кости. Ты все время помнишь, что ты временный здесь на земле, поэтому каждой минутой дорожи наполнен ее радостью. Враги ли тебя преследуют, смеются ли что-то, ты во всем найди. Бог допустил, он испытывает тебя, хочет, чтобы ты закаленный был. И всегда у тебя улыбка будет внутренняя, не внешняя только. А то у сектантов там резиной такие улыбки делают. А ты внутренне знай. День наполненный торжеством. Греху нигде не приближайся. Куда не надо, глазами не гляди. Про себя считай там Иисусову молитву. У тебя сразу по-другому будет. И ученики это почувствуют. Просто... Вони не вычивают дуже. Просто есть такие моменты, что вот очень хороший настроек, хороший дух. И за это бы все видал. Все материальное. Но воно вот в мене вот дуже редкость. Тут такое расположение духа. Дух от него порой скользает, и он очень жажда от этого, чтобы она вернулась к нему. Понимаешь, я опять возвращаюсь. Помни о смерти, и в век не согрешишь. Это согрешение, унылый дух. Ты верующий. Тебе столько открыто. Люди слепые, у тебя глаза есть. Ты не можешь не радоваться. У тебя глаза есть. Есть парализованные лежи. Ты вспомни о них. Где-то взрываются, там, кто-то в плен берут, кому-то голову режут, там. А у тебя этого нет ничего. И ты благодари Бога. И помни о тех людях. Господи, помоги им. Прими их в обители вечные. То есть ты во всем и всем должен увидеть превосходство над тем, что вокруг копошится бесцельно. У тебя цель есть. И ты непрерывно благодари. Господи, на какую высоту ты вознес меня? Считай Псалтирь Давида. Ты вознес меня на скалу для меня недосягаемую. То есть ты даешь мне сознание, что я, щадо твое, дал власть. Власть не только у президента. У нас власть есть. Дал власть быть щадами божьими. Щадами, сыновьями. Сыновьями царя царей. Представь себе, я немощный, негде было жить. И вдруг меня царь вызывает и дает мне апартаменты, квартиру, там, все остальное. Как на душе будет радостно-то? А он дает небо нам. Обители готовит. И мы с каждым днем приближаемся. Вот чем больше гонений разных там над тобой насмешки, тем выше твоя награда. Радуйтесь и веселитесь. Когда будут поносить вас. Еще себе поносят, да еще и по щеке ударят. Вторую подставь. Кровью, говорит, умойся, на Христа прославь. Все время, говорит, слава Отцу и Сыну и Святому Духу по себе. Аллилуйя. Ты себя держи на этом накале. Завтрашний день не лучше будет, а хуже. Иногда говорят, вчерашний день был лучше, сегодня хуже. Это, говорит, не от ума ты говоришь. У тебя наоборот должно быть. Какой день прекрасный был. Вчера был хороший, а сегодня еще лучше. Вот так, говорит. А завтра еще лучше будет. Ты что-то узнал, где-то не сделал ненужное, а нужное сделал. Вот так и живи. Вот у нас соседи, деревня, бывшие наши деревенские, они живут там 9-10 километров у Рывка. Ну, он бывший председатель, этого был. В деревне председатель-то это уже должность. Ему дочка и говорит, поехали Потеряевку, папа, съездим в воскресенье. У нас, говорит, все есть, а как-то радости нет. А у них приедешь, у Потерянских, ничего нету, только начинали строиться. Они всегда веселые. Веселые. Потому что пойдем по ягодам, ребятишки тут бегают, играют. Радость от чего? От того, что у тебя на душе легко. С тобой Господь. А люди печалятся, работы нет, не женился, там, ребенка нет. Ты за все благодари, написано, за все благодарите. 1 Фессалоникий, 5 глава, 18 стих. Ибо такова воля Божия во Христе Иисусе в вас. Воля Божия, чтобы мы все время были благодарными. На душе у тебя будет, как должно быть. А когда печаль? Ну, попечалься там, пока похоронили, говорит, и утишься. Он к нам не вернется, а мы туда уйдем все. Вот так. Давай. Я вот, Тихонидж, заметил, что вот друг, он, может, в чем-то не разбирается, а у меня друг из православной семьи. Ну, он постоянно, когда я до него подсвоен, он постоянно веселый. Постоянно веселый. Что-то весело расскажет. Я, такого, навык дивуюсь. Ну, как так? Постоянно в него хорошие настрои. А у меня как-то день хороший, а два поганых дня. Мы до него друг. Хак до друга, я понял. Всегда в хорошем духе. Ну, вот вам есть кого пример брать. Это рассказ такой есть, богатые живут. Ну, и, ну, что? Каждый вечер обходи, смотри, чтобы не украли там где-то. А у соседа смотрят там, и свет даже не зажигает, и всегда смеются радостные. И он решил подкрасть и посмотреть, что там. А ребятишки сидят, ноги так раскрыли, и горошину катают, у них больше ничего нет. А родители сидят, смеются. Но они решили им помочь. Давай, жена говорит, сделаем так, чтобы у них было хорошо. Ну, и купили дом, а потом им дали уже ордер и говорят, мы вам дом купили. Ух, тут благодарности было сколько. Ну, и хозяйство, все им завели, как надо-то. Денег-то много своих-то. Ну, вот хозяин-то уже вечером, двери все закрыли, вы все убрали, скотину накормили, у него столько заботы появилось. И, наконец, у них смех исчез, все. Это рассказ такой говорится-то. И он пришел к богатому, ты, говорит, забери все назад. Говорит, у меня радости никакой не стало. Это прославляют бедность. А на самом деле, если ты во Христе, тебе и дом приятный, ты можешь на квартиру пустить, деньги не брать. Да мало ли как распорядиться-то. Дело не в богатстве, не в нищете, а нищета духа. Что я ничего не имею, мне все Бог дает. Он дает. Я поэтому таланта никакого нет, образования нет. Вот у меня вообще образования никакого нет. А я радуюсь. У меня столько друзей, столько врагов. То есть жизнь наполненная. Она тебе, эта радость дает энергию, нужность ощущаешь. Люди зачем-то обращаются, ты ищешь. Тебе возраст вообще никакой. Как будто его и нет. Я о возрасте остановлюсь другой. Ну неужели это мне уже 76 лет? А я как будто бы 30 лет еще мне нет. Я с утра до вечера занят, и у меня минуты нет свободной. Вчера лег только спать, уже толкает мне будильник, кто-то звонит там, пришлось отвечать. Востребованность. А ты молодой, у тебя сколько? Я говорил, начинай там иностранный язык попутно учить, там по интернету, там как-то программа есть такая, в течение месяца, ну не месяца, там двух месяцев, английский язык выучат. Посмотри. Душа должна быть все время занята. Серьезно относись к жизни. Ее нельзя повторить. Она только одна, одна единственная. Говори. Сколько мне причащаться раз... Причащаться? Раз в месяц, два, три. У нас принято всегда было четыре раза в году. Вот как пост идет, вот сейчас будет великий пост, великий пост, в рождественский, в рождественский. Четыре раза в году. Всегда было в России не чаще. Это сегодня чаще, 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 чаще. Люди не готовы, поэтому больные умирают. Батюшка говорил мне раз в месяц приходи. Ну, тогда не задавай вопрос. Я тебе говорю, как было. Как было в России. Тысячу лет. Четыре раза. Проверь, которые сохранили старую веру, старую обязанность. Четыре раза. А больше и больше это влияние свое они распространяют. Они больше еще не знают. Служба, причастие, служба, причастие. А люди, которые причащаются, я знаю, я ни одного не вижу, чтобы он... Ну, нормально мыслял-то. Как будто бы затюкали его, и у него там все засмолилось. Он не развивается, ничего. Рот разъемил, проглотил, опять дальше пошел. Я считаю, что, как Златоуст говорит, готовность. Если готов, то можно каждый день причащаться. Каноны-то надо высчитывать, какие правила. А сегодня причащаются, я не знаю, кто их причащает, Бог или демоны. Житие Макария Александрийского. Я завтра его засчитывать буду. Батюшка сказал. Значит, пораньше. Да, говори. Значит, мне стараться пораньше вставать, ну, хотя бы в 6 часов, я так не могу рано вставать. Сейчас не смогу. Ну, понимаете, как говорят. Стараться читать в Библии каждый день. Да, вот говорят, вот я переехал тут часа в Москву. 3 часа разница, никак не могу приспособиться. Я в это не верю. Я перелетаю в течение одного дня отсюда в Америку. Разница в 12 часов. Вот у нас сейчас дня, а там сейчас ночи. Я приехал, 12 часов, это заметно где-то, и утром в 4.40 там встал. Вот 4.40. Это Бог так делает. Раз я хочу, у меня ангел будет незрима. Значит, читая Библию каждый день, стараться и учить английский язык. Обязательно. Молитвы, конечно, все. Ты не торопись только на этом. А все остальное, какое-то рукоделие себе найди. Что там делать-то по домашнему хозяйству-то? Что-то есть у вас? Ну, отец хозяйства у него. Ну, я помогаю отцу. Постоянно, каждый день помогаю. Стараюсь слушать отца. А что за хрюшки? У меня вот это вопрос. Хрюшки, 15 штук. Потом 2 коня, корова, 2 эталя. Качки, гуси, крылья есть. А что вы конями делаете? На конях. Ну, орим горвод, так орить горводы. Что? Орим, орим. Ну, как плугом, запрягают плугом, бороздят его. А, орала. Ну, ну. Ну, вот так. У работы много, много навалилося. Оце состояние духа. Я, когда навчался, я привык там, багато відпочиватель, нивец, а зараз все так. И все. И я поплывал, одним словом. Видите, я тут вам не могу советы давать, потому что у меня такого состояния никогда не было. Унылый, там делать нечего. Работай. И вот одну женщину спрашивали, у нее три сына и муж были, и погибли все на фронте. Как ты перенесла? Она говорит, работа. Работали, работали, там где, станки, снаряды готовили, там упадешь где-то на стружках. А поспала маленько, опять за работу. Работа. Без работы я бы, говорит, с ума сошла. Ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны. Поэтому не позволяй себе расслабляться. А то надо расслабиться. Откуда это слово взяли, расслабиться? Утром, утреннюю гимнастику делают. Никита сейчас делает гимнастику. Все время. У него, наоборот, от много работы, у него от много работы уныние духа приходит прямо. Я говорю так, как есть. Вот возьми, почему у Игоря Барабаша нет уныния? У него 36 коров, там крупного рогатого скота, овечек там полсотни, так поле еще там больше 100 гектаров. Все работа, и как бы забота, и каждую неделю он еще сюда приезжает на снегоходе, там до соседнего села, потом на машине километров 200. Туда и обратно в Потемков. В 3 часа ночи, темнота, он поехал сейчас, заблудился, на снегоходе, то он не может найти, вышел там в темноте, фонариком светит, где-то там, около околка. Околки, это маленькие такие, участки леса. А потом домашняя машина, там в другой деревне, к нам-то нет проезда. И он всегда радостный, веселый, от него здоровьем дышит. нам есть кого пример брать? Ну, это все питания. Все, больше вопросов нет у него. Все питания, больше... А у вас, вы рассказывали, что кошку-то выбросили на улицу, на собаки напали. Было у вас? Нет, нет. Это не было? Нет, у меня нет. Нет. На вашу кошку... У меня есть коты. На вашу кошку собаки не нападали? Нет, это другой юноша звонил, я давно уже забыл, я по фамилии-то не знаю. Ну, ладно, это ничего нету. Во славу Божию. Дякую вам. Беру стараться, хоть трошки, якусь. Все время находи себе работу. Дякую вам. На работу для ума был такой поэт Федоров Амулевский. Он говорит, работай руками, работай умом, работай без устри ночью и днем. А там уж что будет, так будет пускай, так нужно работать, мы дружно давай. Видите, какой боевой стих такой написан. Спасибо вам. Слава Христу. Слава Божию. Спасибо. Все. Appreciate this. Это все. Yep.